Всем привет! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, как можно применять финики в оздоровительных целях. К концу ролика будет важная информация о противопоказаниях и вреде этих плодов, поэтому не забудьте досмотреть видео до конца, чтобы не заработать осложнения. Финики – это съедобные плоды финиковой пальмы, растущей в тропиках. Эти пальмы впервые появились в странах Персидского залива, после распространились по территории Африки и Ближнего Востока. В зависимости от сорта, свежие плоды варьируются по цвету от желтого и красного до темно-коричневого. Как правило, в продажу финики поступают в виде сухофруктов. Определить, сушили финики или нет, можно по их внешнему виду. Чем более гладкая кожура, тем свежее плод. Финики могут вымачивать в сиропе, но и без добавления сахара они известны своим ярким карамельным вкусом. Кроме того, плоды можно употреблять в свежем, жареном, вареном виде, но чаще их сушат и вялят. Применение фиников. Перед тем, как перейдем к нему, у меня к вам есть просьба. Как мы все знаем, Ютуб скоро могут заблокировать. В связи с этим, хотела бы попросить вас подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании ролика. Приятного просмотра. С древних времен считается, что финики отлично насыщают, придают жизненную силу, благотворно влияют на мужскую потенцию и увеличивают продолжительность жизни. Польза плодов обуславливается богатым химическим составом. Финики содержат витамины А, С, группы В, медь, железо, магний, калий, кальций и другие компоненты. Также в их составе присутствуют 23 вида аминокислот, которых нет в большинстве фруктов. Несмотря на большое количество углеводов, финики могут входить в диету в качестве замены сладкой пищи. Плоды помогают бороться с вирусными инфекциями, успокаивают кашель, выводят мокроту. Обладают общеукрепляющим действием, способны тонизировать и придавать энергию. Финики полезны при анемии, гипертонии, для мозговой деятельности, благотворно влияют на сердце, почки и печень. Антиоксиданты, входящие в состав фиников, помогают уменьшить вероятность развития многих опасных болезней. Они защищают клетки от действия свободных радикалов, провоцирующих вредные окислительные процессы. Плоды снижают маркеры воспаления в крови, такие как интерлекин-6, он обнаруживается в мозге. Этот маркер может провоцировать развитие нейродегенеративных патологий, включая болезнь Альцгеймера. Финики уменьшают активность бета-амилоидных белков, которые являются главной причиной возникновения бляшек в головном мозге. Когда они накапливаются, нередко нарушаются связи между клетками мозга. Финики имеют общеукрепляющие и тонизирующие действия, благодаря чему их полезно употреблять в восстановительный период после болезней или в сезон простуд при ослабленном иммунитете. Плоды содержат полезные минералы, в том числе магний, калий, кальций. Эти элементы предотвращают заболевания костной ткани, включая остеопороз и другие патологии. Натуральный продукт помогает справиться с микробными инфекциями. Экстракты из косточек и листьев финиковой пальмы обладают активной устойчивостью ко многим вредным бактериям. Регулярное употребление фиников способствует улучшению пищеварительных процессов. Все дело в клетчатке, которая предупреждает резкий подъем уровня сахара в крови. В плодах много фруктозы, это позволяет заменять ими привычный белый сахар. Из фиников готовят пасту, смешивая их с водой в блендере. Плоды богаты клетчаткой и питательными веществами, при этом довольно калорийны, поэтому их лучше есть в умеренных количествах. Положительный эффект отмечается и для беременных и кормящих женщин. Употребление фиников в эти периоды позволяет обогатить состав молока, увеличить лактацию. В них есть особые вещества, которые укрепляют мышцы матки, снижают риск кровотечений, облегчают течение родов. Окситоцин, входящий в состав фиников, помогает справиться с дородовой и послеродовой депрессией, укрепить нервную систему. При повышенном давлении. Если уровень сахара в крови не превышает пределов нормы, то каждое утро на голодный желудок рекомендуется съедать 50-100 граммов фиников. Через полчаса можно позавтракать. Такую терапию проводят 3 недели, после нужно сделать 10-дневный перерыв и в случае необходимости курс повторить. При запоре. Подготовьте 5 сушеных фиников, промойте под проточной водой, залейте полулитром дистиллированной воды, поместите на медленный огонь и проварите, как обыкновенный компот. Емкость снимите с огня, остудите, слейте отвар в отдельный стакан. Готовое средство нужно выпить в полном объеме утром на голодный желудок. В оставшуюся жидкость можно добавить немного обсяных хлопьев, перемешать состав и дать настояться 25-30 минут, после употребить на завтрак. При частых головных болях – мигренях. Для эффективного лечения головных болей и мигреней необходимо для начала сделать массаж спины и шейного отдела. Кроме этого, каждый день нужно пить китайский зеленый чай и употреблять в среднем 50-100 граммов фиников. Для улучшения пищеварения. Подготовьте 5 свежих фиников, промойте и мелко измельчите. Затем смешайте измельченное сырье с чайной ложкой топленого сливочного масла и двумя щепотками черного перца. Готовую смесь нужно употребить полностью рано утром. Лучшее время приема – от 5.30 до 6.30 утра. После приема необходимо воздержаться от еды и какого-то питья. Средство эффективно усиливает ассимилирующую и всасывающую функцию кишечника, способствует формированию нормального стула, отлично питает костную ткань, придает мышечный тонус. При болях в сердце – аритмии. При ощущении учащенного сердцебиения или боли в области грудной клетки рекомендуется регулярно употреблять по два плода финиковой пальмы, смешав их с двумя чайными ложками натурального меда. Если есть такую смесь каждый день, то уже в первые дни терапии наступает облегчение симптомов. При простуде, сухом кашле, хрипах в горле. 10 плодов фиников промойте под проточной водой, просушите, поместите в емкость, залейте полулитром дистиллированной воды, поставьте на медленный огонь. Варите в течение часа, после снимите с огня, процедите. Отвар принимают горячим. По такому же принципу можно сварить несколько плодов в стакане свежего молока. При расстройствах желудочно-кишечного тракта. Справиться с расстройством ЖКТ и нормализовать пищеварительные процессы поможет отвар из плодов финиковой пальмы в сочетании с обыкновенным рисом. Для приготовления лечебного средства нужно подготовить пять фиников, промыть их под проточной водой, просушить, залить стаканом дистиллированной воды, поместить емкость на медленный огонь, довести до кипения и проварить 15 минут. Затем снять с огня, остудить, убрать косточки из плодов, протереть мякоть и добавить небольшое количество сахара. Полученную смесь нужно смешать с одним стаканом вареного белого риса и употреблять в качестве десерта. Такое средство можно есть один раз в день. При метеоризме. Подготовьте сушеные плоды, измельчите, смешайте с молотым черным тмином в пропорции 2 к 1. Смесь употребляют ежедневно, один раз в день, пока проблема не будет устранена. Средство помогает эффективно справиться с газообразованием, нормализовать работу кишечника. При аллергии. Для некоторых людей сезонная аллергия является настоящей проблемой. Чтобы избавиться от нее, рекомендуется каждый день употреблять не менее трех фиников. Плоды значительно облегчают неприятные проявления аллергических реакций, устраняют симптомы. Общеукрепляющие средства. Подготовьте в равных пропорциях следующие компоненты. Финики, корень имбиря, корицу, черный миробалан. Также нужно взять небольшое количество верблюжьего сена. Все ингредиенты тщательно измельчите до порошкообразного состояния, добавьте небольшое количество натурального меда, еще раз перемешайте. Поместите емкость с сырьем на медленный огонь, залейте кокосовым молоком так, чтобы оно покрыло смесь. Проварите 10-12 минут. Готовое средство употребляют как варенье. Вред и противопоказания. Может возникнуть мысль, что финики являются чудодейственным средством, которое имеет исключительно положительное влияние на организм. Однако, как и любой другой продукт, они имеют и свои противопоказания. Главным является наличие аллергии. Индивидуальную непереносимость продукта нужно учитывать в обязательном порядке при составлении меню. Финики содержат сахарный спирт, сорбит, который может провоцировать диарею. Поэтому, если у вас есть проблемы с кишечником, лучше не есть их слишком часто, в том числе в составе сиропов. Кроме того, нужно ограничить употребление плодов при наличии таких проблем со здоровьем, как острые заболевания пищеварительного тракта, мочекаменная болезнь, сахарный диабет, кариес и склонность к его развитию, ожирение. Помните, что злоупотребление плодами может привести к нарушению работы печени, селезенки, головной боли, тошноте и повышению артериального давления. Перед употреблением лечебных средств на основе фиников рекомендуется проконсультироваться с врачом. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!